Сделано в ветке 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 В ветке Сделано в ветке Сделано в ветке Сделано в ветке 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 Делили мы бенец с Андреем Андреевым, который сейчас в Кенигсберге, но по-прежнему журналистит. Хорошие были времена, я пришел чуть позднее, а тогда переезжали. До этого редакции находились в очень стесненных условиях. Карла Марса 84, где сейчас Кировская коммерческая компания. По последнему, слово техни и уже последнее тогда значительно отставало. Газеты печатались на линотипах. Представьте, вот такой огромный цех, где стоит подобие пишущей машины, смесь гидравлического пресса, огромного пишущей машины. И вот когда наборщику давали текст, он нажимал на клавишу этой пишущей машины, и у него клавиатура была, сверху отрывалась апля расплавленного металла, там типа олова, все, она куда-то падала. Потом на лету этот огромный пресс ее подхватывал, прессовал из нее букву, и дальше механизм загонял все это в какой-то наборный ящик. А потом откатывали газету с этого, а фотографии вообще травили металля, там были специальные люди, которые брали фото, были пластин, и покрытые воском, вот их там протравливали, где побольше, где поменьше. И был такой штамп, и это мутное подобие фотографий в газете появлялись. И весь новый дом печати, он сотрясался от шума этих линотипов. Там еще была, не сбывай, тоже такая новинка, пневмопочта там была, помнишь? Да, сделали вот эту штуку, тоже по тем временам, шаг такой вперед, чтобы не бегать с этажа на этаж. Недолго она прожила, напишешь телефонный номер, и такой пенальчик отправляешь, он плавно всасывался, и куда-то улетал. Но когда внезапно прилетал, то он тоже со страшной, нам пришлось набить резинку, чтобы он стену не стучал. Чтобы так не гремел, да. Но тем не менее, тем не менее, это был прорыв, вот вскоре стали книги печатать, вот приехали. — А тогда не забывайте, вот наши слушатели, на книге это было не просто так, это был дефицит хороших книг, когда получали заказ большой, вот кировчане, да, то некоторые книги становились ценными, и на них можно было обменять что-то более такое в других городах. — Да, и магазинчик был внутренний, и все там было хорошо, но вот не осталось она это и газетным информационным центром, сейчас все это распылилось, неизвестно кто на этажах, но тем не менее, вот само здание было запущено в 1987 году. — И, кстати, опять же, если помнить, в 1987 году, вот мне как газетчику, уже тогда, правда, я еще был самоздатовским газетчиком, но тем не менее, уже в консумольской племени, уже и печатался, и приходил часто, вот, но в том году была впервые в СССР объявлена безлимитная подписка на газеты и журналы. То есть раньше же, понимаешь, вот на АИФ, например, можно было подписаться только там, будучи членом общества знания, да-да-да-да, а здесь они объявили, что можно подписываться, может подписаться любой. И вспомни, какие тогда были тиражи в этих газетах, там, 3 миллиона, там, 2 миллиона экземпляров, Огонек тогда активно стали подписывать очень. Ну, чтобы представить, что это значило, надо осознавать, что был информационный голод, люди хотели знать, вот, новости, в принципе, получали их не только из вражей голосов, которые заглушали, глушил иной из газет, где намеками, полудомеками, а то и уже, правда, и стали печатать. Ну, да, уже к тому же, да, вот у того же Огонька, у тех же аргументов, появлялось много довольно таких, как тогда говорили, дискуссионных статей, где высказывались какие-то другие точки зрения. Аналогом программы «Взгляд» была газета «Собеседник Цветная», где тоже что-то могли печатать. А давай прервёмся на полторы минутки, пока у нас реклама пройдёт, и вернёмся в 87-й год. Да, события ещё немедленно у нас. Сделано в Вятке. Мы продолжаем программу «Сделано в Вятке» в студии Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель Музея Вятского госуниверситета. Мы сегодня говорим про 1987 год. Вспомнили вот эти великие новостройки, дом культуры Родина, дом культуры железнодорожников, ГПП «Вятка» на коммуне 122, да, типографию. Да, и дом печати «Вятка». Ну вот всё-таки на фоне-то их событий, ну там уже мало кто привязывал к годовщине революции, ещё к чему-то. Нет, ну деньги-то получили как раз под эту годовщину, а сейчас уже, да, об этом как бы мало говорили. То, что витало в воздухе, это был конфликт между верхами, которые хотели, продолжали править по-старому, и обществом, которое по-старому уже не хотело и не могло жить. Ну там, понимаешь, как были верхи, были верхи, как бы вот местные наши областные верхи. Мы слушали центральное телевидение, где говорили, что сейчас будем жить по-другому, да, что сейчас будет то-то, будет плюрализм, гласность, там всё прочее. Вот, а возвращаешься на наши улицы, у нас всё как было вроде бы. Вот этот конфликт из-за этого немножко обострялся даже, ещё я бы сказал. Пример из 87-го, я уже говорил, что я начал работать на ТВ, были у меня сельхозпередачи были, я журналистом сельхозотдела тогда. И хорошее дело, это на заводе «Маяк» завели подсобное хозяйство, стали выращивать там в теплице зелёный лу, шампиньоны там или грибы, и всё это привозили в столовку напротив завода и на столы рабочих. И мы хотели снять прямилую, такую душевную передачу, что вот витамины рабочему классу, что вот смотрите, вот наконец-то стали заботиться, сделали там, выращивают, и в столовой можно сейчас свежие салати и всё прочее. Пришли, расположились там начальство, вот это появилось, убежало, и потом является первый отдел в полном составе, и гнать нас оттуда. И причём стоим, он там, вы что, не понимаете, что вы хотите сделать здесь? Мы, нет, не понимаем, мы хотим снять про ваши огурчики и грибочки. Да шпион же увидит по телевизору сколь столов в этой столовой, и вычислит сколь рабочих, работает на секретном оборонном предприятии. И я говорю, ну понял, хорошо, а что мешает шпиону вот взять поднос, встать в очередь, а спокойно сосчитать там всех рабочих? Тем не менее, вот это был уже конфликт между верхами и прочим. Ну и масса-то их была нюансов. Например, нужна была арта города, вот, для патрульно-постовой службы, а не было большого разрешения, тогда же вот не было таких принтеров, что печатать. Арта города была в институте Ировпроект. И вот тоже пошли директору, чтобы разрешили нам скопировать ее, ну сделать эту синюю или альку там, или угодно, но опию большой подробной арты города. На что стоим же изумлением от завода. Да вы что? Кому арту до нас же разбомбят всех. Нафиг. Вот увидят, мало ли шпиону попадется. Вот продолжалась эта советская шпиономания, секретность. Ну город по-прежнему был закрыт, и он по-прежнему считалось, что он входит в десяток первых целей, на которые будут сброшены ядерные оружия. Как раз тогда руководил гражданской обороной на объекте, на котором работал, это был объект под названием Дворец Пионеров. При этом арты чуть помельче, они свободно продавались уже. Понятно, вот. И постоянно ходил на эти курсы повышения квалификации по этой гражданской обороне, ничего, конечно, только там не услышал я про этой бомбежки. То есть понятно, да, конечно, шпиономания была. Ну вспомним, родное троллейбусное управление, вот наше, оно тоже иногда делает хорошие и полезные вещи, типа реставрации троллейбуса в этом году, а в 87-м совместно с объединением общественное питание, троллейбусный оборудовали, запустили по городу троллейбус Эфэ. Вот не помню, ни разу не был. Я в нем не был, я помню вот саму эту информацию, но я в нем не был, поэтому у меня ничего не запечатлелось в голове. Скорее всего, безалкогольная тогда борьба была. Да, может для детей. 1 июля был открыт троллейбусный маршрут номер 2 проспект строителей улицы Чапаева. Закрылся в 97-м году. Ну вообще, маршрут номер 2, это же маршрут моего детства, он же помнишь, ходил от вокзала и по улице Косноармейской он ходил. Вот потом он пропал, а потом вот его открыли в таком варианте. В этом же году у нас Ировское объединение по изготовлению мус-инструментов освоило выпуск баяна под названием «Агат». В год планировалось выпуск 350 баянов, ручной сбор, и то есть по баяну в день. Интересно, долго ли это все продержалось? Ну, кстати, баяны были великолепные кировские. До сих пор многие вспоминают, многие начинали на них свое представление. Люди, несмотря на халявные баяны, обещанные, люди предчувствовали, видимо, суровые перемены. И поэтому в 87-м году в Ировской области упал уровень рождаемости и остался ниже общероссийской. И еще забавная новость, что написано, что с 87-го года в областном центре фактически не велись работы по строительству и эпитальному ремонту водопроводных магистралей. Ну, в новые районы, может, позже и начали, а вот то, что до сих пор подает нам воду, вот оно с той поры и не ремонтируется. Ну да, вот мы говорили про сахар, а то вот если пройтись по улицам зимой, по улицам 87-го года, то, конечно, народ был одет бедновато и плоховато. Да, и еще в советских баллоневых уртах, в этих собачьих шапках в моду вошли шапки под названием «Петуши». Вот была совершенно нелепица. Да, идет мужик, там у него искрящая, переливающаяся синтетическая шуба, а сверху вот эта шапочка «Петушо», а там еще какой-то шарф. Вот, и дамы ходили в ту пору, вот впервые это был писк. Моды появились первые, называли их сапоги «Дути», и это были пролоновые сапоги, стали их производить в «Эминтерне». Они были первые партии, сине-красные, и был такой пролоновый носок, ноги там потели, и вообще очень они были некомфортные, ломались, но, тем не менее, это была свежая струя. Вот дамы расхватывали, женщины ходили, пальто классическое, этот песцовый воротник, там шапка-грибок, еще и на ногах, особенно, да, вот длинный тон и ноги, и заканчиваются вот двумя-то ими дутыми, с сапогами. Ну, опять же, они, понимаешь, они были хотя бы яркие, вот эта вот такая серость совковая, она постепенно проходила, и мужчины, и женщины как-то стали, ну, не бояться, что ли, выделяться из окружения, надевать, это более яркие вещи. Да от безысходности достали хоть что-то, там моментально очередь, сапоги, где-то, я помню, их товаров с улицы продавались, мели, моментально, все за минуты считанные, все достали, и все. Джинсы уже приелись, джинсовый бум 78-го, ну, десятилетия, сколько можно, поэтому хоть что-то, чтобы менялось, начали менять вот их навареные джинсы в моду, стали входить, и многие портили свою фирму с ударением на последнем слове, когда собирались и стали варить джинсы, даже были рецепты в газетах, варили их с отбеливателями, и доставали и рамзит, это глиняный, это и о шаре, и вот засыпали в машину, вят автомат, которые уже стали появляться в квартирах, и варили эти джинсы. Я сам участвовал в такой варке, эликсивной, да, вот из ряда сыны, удрали вот эту квартиру и решили сварить свои джинсы. Шибко почему-то они не сварились, но пришлось вот летом идти в мокрых штанах, в штанах обратно на службу и сушить их на ходу. Наряду с джинсами стали носить широченные штаны, широченные с манжетами, где-то были клетчатые, вот любера появились вот где-то примерно вот в 87-м, вот эти широкие штаны в клетку были признаком, и у нас также под эти штаны полагались белые носки, и в виде тапочек плос, и плос, и штиблет, и ботин, и без облука. Вот таким образом все это и зимой ходили в этих плос, и халятапочек. Но оперативной одеждой ужасного качества стало все наполняться. Это все-таки уже к концу года появились первые вещи. Появились первые оперативные пухови. А из чего? Сырья ж не было. Разрешили что-то делать. Это уже не обеспечил, не поставки, ничего там в Турцию еще не ездили. Вот поэтому делалась вот эта первая оперативная одежда. Покупались банальные простыни, которые везде были. Вот они красились там в зеленый, розовый, там голубой цвет. Потом бралась палаточная пропитка аэрозольная. Если Алши ее не выпили, а в эпоху сухого закона Алши у них рецепт был. Там палаточная пропитка, этот дихлофос, там духи Шанель, ну даже песня есть. Но потом вот. Если доставали эту пропитку, она еще исчезла остатки, что пропитывали эти простыни. Они получались до первой стирки плотными и хрустящими. Это настоящие. И шили пухови, и опухови, и ошили. Естественно, где-то доставали на птицефабриках, видимо, это уринное перо. И вот набивали. И после часа нос, и этот пуховик, который внешне выглядел прилично, он развивался весь внизу в полах, в подоле, а плечи были голые. Поэтому надо было регулярно этот пуховик снимать, переворачивать вверх ногами и встряхивать, чтобы хоть как-то это тепло распределялось. Ну, не хотелось бы, конечно, таким образом одеваться сейчас. Это ладно, это с одеждой. А в Ирове, видимо, нарастал тотальный дефицит во всем, во всем, во всем. И за промтоварами были, ну, я уже упомянул, что были просто постоянные такие нехватки одежды, обуви, бензина, бензин пропадал на заправках, стиральный порошок, зубная паста. Вообще вот мыло осени абсолютно пропало, не было, тоже доставали. У меня одна знакомая, у него коллекция мыла образовалась вот с того времени, она запас держала, что до сих пор страх, что мыло пропадет. И поэтому в Ирове большинство продуктов стало продаваться по талонам именно с 87-го года. Талоны назывались, стыдливо, заказами. Вот я хотел принести, но вот по радио не покажу, у меня есть еще, ну, распечатки, конечно, копейки талонов, которые заказы. А в местных газетах, ну, у нас еще газеты, Ирова, правда, писала, пафосно писала, что требуется, внимание, требование о введении заказов исходило от горожан, которые, цитата, оценили удобство того рода услуг на примере талонов на сахар. Да, чтобы удовлетворить хоть каким-то образом ажиотажный спрос на товары, продукцию, стали распределять по предприятиям города. И причем еще говорили, что почему рабочие это попросили, потому что злые спекулянты все скупают, да, и потом три дорога продают, поэтому рабочие попросили вот эти заказы вести. Да, помню эту легенду. Примерно, вот вы работаете на небольшом предприятии, и вам выделяют, там, пять пылесосов, десять телевизоров, три холодильни, там, плюс и это стюмы, сапоги, там, меховые стель и прочее. Ну, вот, от хороших товаров до полной лабуды. И поэтому обычно занимался этим профсоюз, приглашали, выдавали, или где-то в шапке лото было. Разыгрывали, ввели, потом запись, что если ты уже выиграл, то в следующем не участвуешь, ты уже получил, там, и всегда получалось с небольшим таким довеском, что... Да, кому ничего, а кому, например, ты носишь сорок восьмой размер, а тебе дают пятьдесят шестого... А ты все равно берешь. Размер? Все равно берешь, потому что можно либо перешить, либо продать. Понимаешь, все равно это хоть что-то. Да, так и было, да, велись вот эти по каждой позиции, там, по одежде, по еде, по всякой, все велись вот эти учеток, то же, что там выиграл. Один раз мне достались меховые стельки, ну, моего размера повезло, а другой раз достался целый мотоциклет. О, как тебе повезло. Марк и восход. И причем он стоил. Нет, у меня самая крупная вещь, которая мне досталась, был плащ, но плащ был великолепный, польский. Классный, такого, такого, приглашенный, похожий вот на твою кофту, по цвету, очень стильный. Я очень долго его носил, он был, правда, очень хороший. Ну, это единственное, что он мне из одежды достался. Ну, иногда везло, но в большинстве случаев. А я ходил в недоумении, зачем мне мотоциклет вот, мне, да бери за это, и пей. Потом он, правда, бешено вырос в цене. А, мне еще, кстати, вот, Женя, вспомнил, мне еще, уже это позже, правда, было, года три спустя, мне попался автомобиль АК, это уже было года три позже. Ну, повезло. Вот, ну, нет, так я же его не стал брать, потому что я не понял, зачем, а мне все говорили, что я полный дурак, надо было взять там обязательно, потому что ты его по-другому не купишь. Но это было позже уже, это было, наверное, в 90-м году. И меня уговорили взять этот восход, и мы поехали с приятелем в спорттовары на дружбу, нам вынесли его в обрешет, и мы ломали эту обрешет, раздобыли бензин, начали, теса завелись и поехали. Вот я какое-то время его эксплуатировал. У нас немного уже, буквально минута остается, так что давай к чему-то доброму и веселому перейдем. Во-первых, ладно там в колхоз, но постоянно нас дергали куда-то на овощные базы, куда-то там и опусту гнилую перебирать еще куда-то. А в оставшееся время, видимо, хозяйственный отет, и они добывали какую-то мороженую рыбу, пластами там, всю ее прямо в студиях, в заутках делили, ломали там, взвешивали и все. Ну вот, очень важный момент еще, я надеюсь, успею, что в этом году был инфликт у нас в городе между властью и православной общиной или общиной, которые хотели зарегистрировать новое религиозное общество отдельно от Серафима, и подписали свыше двух тысяч человек. Вот тогда писал местный сам издат. Каждый приход членов общины вызывал у представителей власти нескрываемую недоброжелательность и раздражительность. В итоге Горисполком принял решение о нецелесообразности регистрации, где было записано, что передать в распоряжение верующих здание бывшего Успенского собора и бывшей Константиновской церкви не предоставляется возможным. Ну, потом были учредители приняты, помощник председателя Горисполкома, который с перенепряжением им же заявил, что религия – это выдумка и фантазия. 16 марта был приемный день у председателя Горисполкома Осменина, который вообще не принял делегацию, а помощник сказал, что вы бы еще в Омпартии обратились. Вот тогда их было жаль, понимаете, гнимых, несчастных. Тогда их было жаль, а если бы знать, во что это все выродится, вот, может быть, кто-то был и прав. В общем, вот перемены хотелось. В общем, да, Женя, год оказался довольно большим. К сожалению, все, мы не успеем, программа закончилась наша уже. Но попробуем в 88-м году стартовать, да, стартовать с последних новостей 87-го. Тоже такой год лихой был, 87-го. Да, да, спасибо, Евгений Питунин. И избави, Бог вас жить в эпоху перемен. Да, Евгений Питунин, Николай Гориков, до свидания. Сделано в ветке.